По данным правительства Москвы, более 23 миллионов туристов посетили город в 2018 году. Это на 84% больше, чем в 2010. Главным образом на этот показатель повлияло проведение чемпионата мира по футболу, но и после него загрузка отелей оценивается в среднем на 77%. На Моско-Урбан-Форум Московская торгово-промышленная палата представила свою концепцию развития визного и внутреннего туризма. Институт торгово-промышленных палат предлагает объединить вокруг себя все сферы индустрии гостеприимства, чтобы эффективнее координировать работу. К примеру, такая площадка для диалога может работать в рамках созданного в прошлом году Совета руководителей ТПП Центров деловой активности евразиатского пространства. Именно предприниматели создают эти условия отдыха, комфорта. Открывают рестораны, кинотеатры, музеи, выставки. Они объединены в гильдии. Те же перевозки – это гильдия такси, которая объединяет предпринимателей. 8 лет назад 5 тысяч легальных таксистов, сейчас 300 тысяч. Называется «Почувствуйте разницу». Мы на третьем месте по дешевизне услуг такси в мире среди крупных мегаполисов. Развитие въездного туризма – это государственная программа. Московская торгово-промышленная палата оказывает поддержку туристическим компаниям, которые специализируются на внутреннем туризме. Правительство Москвы вкладывает огромные ресурсы, привлекательность города. Мы сегодня по-другому смотрим на Москву. И это, безусловно, влияет на въездной туризм. Большое количество приезжает туристов из Китая. И несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, вплоть до американцев, мы знаем, что увидев Москву, люди захотят увидеть более отдаленные уголочки. Я уже не говорю о Санкт-Петербурге, которая также остается в зоне повышенного внимания приезжающих туристов. Драйвером развития привлекательности городов становится и дизайн. С его помощью формируется креативный и инновационный образ столицы. Гильдия производителей, поставщиков и специалистов индустрии участвует в формировании дорожной карты Москвы как мировой столицы дизайна. В рамках Московского органистического форума представлены две программы. Первая программа – это цифровизация отрасли дизайна и разработка, презентация всех инструментов на диджитал-уровне. И вторая программа стратегического развития города через инструменты дизайна «Москва. Мировая столица дизайна-2024». Мы собрали целевую аудиторию и будем через инструменты дизайна проводить целую программу по развитию. Например, в Пекине мы ее презентуем осенью, потом в Милане, а потом мы получаем статус «Мировая столица дизайна» как футбольный чемпионат. В 2024 году Москва получит статус «Удок области дизайна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин